привет вас что называется на деньок съездил посмотрел как растут подснежники украине ранняя весна подснежники уже шикарно растут несмотря на войну и что происходит а тут оказывается пригожин с гиркиным уже открыто войну устроили гиркин требует пригожина там чуть ли не расстрелять пригожин соответственно требует гиркина уничтожить замечать я бы держался знакомого из-за чего такая ситуация то есть даже не эта ситуация почему вот этот срач разгоняет на российских средствах массовой информации знаешь знаю что россия цензура большая просто так никто не разгонял почему ну я понимаю что там они два таких гиркин про его же не спорю они гавкаться будет без конца но одно дело когда они гавкаются на уровне там ну не знаю личности а другие когда средства массовой информации этот гавканя разгоняют что что это такое что как и можно было ожидать ну и много раз он говорил что в кремле уже поняли что войну програли щит не умоляю это все там клоуна да мы завтра победим и бахмут взять не могут и по большому счету уже махнули рукой что это не реально и кремле решили давайте мы сделаем с пригожина стрелочника ну поймите наиболее оптимальный вариант для кремля чтобы показать почему програли войну предатели ну вы понимаете самая идеальная на руси обожает мерзанцев обожает вот этот враг вот он бедного царя батюшка вот этот самый трюк хотят использовать ну да они хотят тем более что получается шикарно персонал по себе приложен такое знаете конфликтное лицо сейчас да мало то он перерывался с кучей губернатору и не понимаешь хорошо то есть на него уже как бы есть недовольство среди верхушки и с другой стороны постоянные ну как бы оскорбления шойгу герасимова публичное оскорбление публичное обведение само шойгу герасимова в том что это они видите ли довели такой ситуации что его бойцы не могут никак ничего сделать хорошая идея вот мы сейчас тебя крайне газе ну понимаете что действительно для кубинного русского народа нужно какой-то предатель который который погубил российской армии ну путин не подходит сразу же живой бог ну конечно вы сами понимаете бог конечно не живое это что-то уже полумертвое но путин нельзя шойгу дитва что но там получится просто как-то нет а приложен подходит ну получается вот он как бы воюет но при этом он как бы самостоятельно плюс его зэки плюс его заявление плюс шикарно обалденно то есть он шикарно подходит ну мальчик для питья просто действительно предатель который не позволил российской армии победить вот он вот вот кого надо идеально супер идеально ну а геркин ну ребята вы же не понимаете что геркина используют как спарить партнера надо больше раскрутить ну то есть сделать больше демона из пригожного о геркин здесь как раз подходит идеально и где-то близкий по духу идеально вы понимаете одно дело когда шагу будет пригожено как бы троллить это как бы не очень а галять его нормально нормально тем более геркина возможность ну как можно троллить в разное направление а тут если троллить с кремля как-то есть сложности и вот по этой причине запустели по этой причине чисто случайно российские средства масс информации случайно да да вы сами понимаете что кремле пытается пытается хоть как-то скормить скормить глубинного народа поражение а для этого да такой вариант это понимаешь в ближайшее время они вот эту демонизацию пригожено будут раскручивать а он еще сам рад стараться мы же видите постоянно на конфликт с одним то другим ну так как ну фактически он открыто конфликтует из герасимова пришли вот при этом тем самым как бы показывает что он ну как бы хочет быть главным а тут есть вот видите шагу герасиму настоящие маршалы которые за россию за путина и так сражаются они такие мощняк а плохой пригожен мешать а это заметно и тут поймите правильно что да действительно когда такая критическая ситуация в россии отбесить как киска приходится выческого такие высказываете тривиальные методы так где-то тривиальный так где-то понятно предсказуемый но для глубинного народа самая самая ну и дармаш путь из дал задание фсб искать врагов внутри про чай внутри россии уже готов ищем я даже не явлюсь если фсб окажется что-то раскопает на предыдущий знаете оказывается а он правом секторе состоял да нет он членом золы давайте что дальше то такое дра на ядра да российская армия полностью развалится полностью ну представьте на минутку вот вы любите там советскую можете представить советскую армию чтоб генерала ты не они ругались ругались матюкались доносы на другую пистанцию за закрытыми дверями то же самое происходит любой армии в украинской тоже ругается тоже есть конфликты но это все за закрытыми дверями оттуда открыто открыто публично и показывать тем более давайте тут получается как что одно дело если бы это действительно как-то другорядный персонаж пригожено но нельзя признать принесли ну что называется со всех сторон и права по этой причине да да действительно то есть фактически сделают персонаж обыграли а сейчас хотя и все и слить красивые шикарно и были тогда действительно но даже пригожено помните жаловаться что потери его бойцов сейчас превышает там все разумные пределы даже когда-то называл что там день то ли 500 человек что-то такие крыски сумасшедшие назову но я понимаю что он тут же называет вот виноватый кто что его виноватый Герасиму что у меня мои бойцы погибают ну замечательно замечательно так что да вы видите правильно то что в россии будут погромы это однозначно то что в россии будет гражданская война это однозначно вы сами видите что творится да да они хотят за счет пригожено как бы грубо говоря решить свои вопросы но вы же понимаете что рикошетом зацепить потому что пацаны насчут пстить а как грабить россии войну я был начинать было все хорошо вот так уже все будет все плохо в россии другого варианта быть не может было да 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 была хорошая страна россия да царь дураком оказался все благодарю за внимание пока